здравствуйте друзья в этом видео я хочу сделать небольшой обзор холстов какие холсты выбрать и чем они отличаются я предлагаю вашему вниманию холст средней зернистости это катоновый холст выглядит он приблизительно вот так он бывает разный с обратной стороны как у меня может быть белая как белый катон может быть серый катон на что нужно обращать внимание обращение нужно обращать внимание нужно на граммах холста прежде всего мы говорим о холстах для масляной жизни в живописи потому что существуют холсты для акрильной живописи они могут быть тонкие для масляной живописи граммаж должен быть приблизительно грамм 300 а то и больше прочный грубый и хорошо впитывает всегда материал который вы пишете в данном случае у нас галерейная натяжка здесь существуют такие прорези на эти прорези вставляются клинки подбивая молотком вы осуществляете натяжку холста если ее не хватает и очень часто не хватает при галерейной натяжке чем холсты отличаются друг от друга среднее зерно крупное зерно долгий разговор об этом я сделаю специальное видео но для начинающих очень рекомендую начинать именно со среднего зерна потому что это среднее зерно выполняет он тоже многофункционально он выполняет массу задач которые вы ставите перед собой как правило у начинающих эти задачи очень большие и поэтому это холст со средним зерном поможет вам сделать очень хороший старт холсты выбирайте качественные они не обязательно могут быть очень дорогие но обязательно качественные холсты обязательно обращайте внимание на граммаж в одном из других видео я расскажу вам о том как самостоятельно натягивать холсты чем отличается галерейная натяжка от обычной натяжки холстов под допустим под рамы чем отличается мелкозернистый холст крупнозернистый холст холст на льняной основе и для чего все это нужно но для самого начала для самого самого старта я очень рекомендую вам начинать с холстов со средней зернистости и именно с катоновой основы удачи вам в творческом процессе